Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо большое, что присоединяетесь и подписываетесь. С каждым днем нас становится все больше и больше, и мне это правда очень и очень приятно. Сегодня бы я хотела поговорить о своей новой находке, о потрясающей косметической марке, которая называется Апевита. Апевита это греческая марка натуральной косметики. О марке Апевита в первый раз я узнала достаточно давно, во время своего прошлогоднего путешествия по греческим островам. Тогда я, признаюсь честно, обратила большое внимание на то, что в каждом косметическом магазине Греции, в каждой аптеке представлен очень широкий ассортимент марки Апевита. А я с большим интересом изучила большую часть представленных тюбиков, но купила, к сожалению, только маску для лица на глиняной основе и крем для рук, так как на тот момент со мной была моя косметичка базовых моих уходовых средств для кожи, и ничего другого я тогда еще не искала. Какое-то время назад мне предложили протекстировать продукцию марки Апевита, я с удовольствием согласилась. Апевита это название состоит из двух слов, Апи это пчела, Вита это, собственно, жизнь. Логотипом марки Апевита, вот он он, сейчас я вам покажу его поближе, являются две пчелы, изображенные на фоне лиры Аполлона, которые несут медовые капли. В настоящее время марка Апевита занимает 13 место среди ведущих мировых брендов, и ее ассортимент насчитывает более 450, только представьте себе, наименований различных продуктов по уходу за лицом и телом. Продукция марки Апевита практически на 90% состоит из натуральных компонентов, это различные натуральные масла, это экстракты различных растений, которые произрастают на территории Греции, и также это различные продукты пчеловодства. Итак, начинаю вам рассказывать о тех продуктах марки Апевита, которые я попробовала, и, собственно, поделюсь сейчас своим мнением о каждом из этих продуктов. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще много-много всего интересного. Все продукты марки Апевита, которые мне прислали на пробу, я взяла в свою недавнюю поездку в Барселону. Признаюсь честно, была приятно удивлена, обнаружив на первом этаже самого большого торгового центра в Испании, Il Conte Inglés, целый отдельный корнер марки Апевита. Количество разноцветных баночек, скляночек, флакончиков, пузырьков саше просто завораживало. Я с огромным интересом изучила практически весь ассортимент марки, отметила для себя, какие новинки вышли в этом году и какие продукты мне бы хотелось попробовать. Также, на что я обратила внимание, это ценовая политика марки. Поверьте мне, в данной марке соотношение цены и качества очень и очень приятное, на что прошу вас обратить особое внимание. Первые два продукта марки Апевита, которые мне очень и очень понравились, это вот такие вот из линейки Be Radiant. Это вот такой вот крем, это Age Defense Illuminating Eye Cream. Это антивозрастной крем подсвечивающий, который обладает достаточно плотной текстурой. И к нему я также попробовала из этой же линейки Be Radiant Age Defense Illuminating Eye Cream. Что могу сказать об этих продуктах? Оба продукта мне очень и очень понравились. Честно скажу, что продукт для лица мне понравился несколько больше. Несмотря на то, что производитель говорит о том, что у данного продукта достаточно плотная тяжелая текстура, мне, а вы знаете, что я являюсь счастливой обладательницей комбинированного типа кожи, данные продукты очень подошли. То есть никакой дополнительной жирности в моей коже они не вызывали. И несмотря на то, что да, действительно при нанесении вы ощущаете, что крем достаточно жирный и текстура достаточно плотная, он замечательно впитывается, он не оставляет жирного блеска. И в принципе при ношении в течение всего дня никаких нареканий, ни при нанесении на лицо, ни при нанесении на зону декольте у меня не было. Он действительно замечательно увлажняет, он очень неплохо подсвечивает. И это такой вот очень неплохой дневной крем, если вам хочется вашу кожу чуть-чуть освежить, придать ей немножко сияния. Крем для глаз мне тоже понравился, он неплох, но, честно говоря, вот вариант с лицом мне понравился несколько больше. Может быть, потому что в данном случае у меня была открытая саше и крем на второй и на третий день в саше уже чуть подсох. И поэтому оставлял у меня при нанесении в зоне под глазками небольшие следы. По своей консистенции, по своей текстуре он очень и очень приятный. Он очень мягко ухаживает за кожей ваших глазок, помогает скорректировать и визуально скрыть темные круги под глазами за счет подсвечивающих компонентов. Он увлажняет вашу кожу и борется с первыми морщинками, что тоже очень и очень хорошо. Хорошо. Следующий продукт, о котором бы мне хотелось рассказать и который мне действительно очень-очень понравился, это вот такая вот сыворотка Аквавита. Это Advanced Moisture Revitalizing Serum. Это увлажняющая и регенерирующая сыворотка на основе гиалуроновой кислоты и экстракта авраамового дерева. Сыворотка очень приятная, она такой легкой полупрозрачной консистенции. Мне данного саше хватило на два применения. Собственно, я и пользовалась ночью. Первую ночь сразу после перелета и вторую ночь, собственно, последующие после перелета. Вот благодаря данной сыворотке от Farquia Apavita я со всей уверенностью могу сказать, что моя кожа после перелета была восстановлена, была увлажнена и на утро я просыпалась с увлажненной кожей и с уменьшенными порами. Очень легкая, приятная текстура, моментально впитывается, естественно, никакого жирного блеска на коже данная сыворотка не оставляет. Я сверху наносила еще тонким слоем свой базовый вечерний увлажняющий флюид и результатом вот после использования данной сыворотки я осталась очень-очень довольна. И, скорее всего, я себе данную сыворотку возьму в полноценном объеме для того, чтобы использовать ее летом. Через несколько минут буду мыть голову, поэтому сегодня я буду тестировать вот такой вот женский шампунь от марки Apivita из линейки Propolite с люпином и лавром. Тенизирующий шампунь. Шампунь от марки Apivita имеет вот такую вот консистенцию, он очень жиденький, он вот уже у меня очень активно растекается по руке, поэтому пошла я мыть голову, пока он окончательно весь не убежал в раковину. Вот, собственно, подтверждение того, что видите, вот на данной позиции вверху даже написано, что он на 86% состоит из натуральных компонентов. Объем данного саше 10 мл, признаюсь честно. Лично мне с моей густотой и длиной волос подобного саше не хватило для того, чтобы полностью вымыть волосы, но я его использовала, я его использовала с удовольствием. Шампунь очень и очень приятно пахнет травками, шампунь очень хорошо пенится и ощущение на волосах было очень и очень приятно. Опять же, повторюсь, к сожалению, полноценно распробовать не смогла. Во-первых, потому что объем небольшой, ну и честно говоря, с выпадением волос у меня тоже, как вы видите, как таковых проблем нет и... Чфу-чфу-чфу-чфу-чфу. И последний продукт марки Апевита, который мне удалось попробовать, это вот такой вот солнцезащитный крем дневной с легкой текстурой и с SPF защитой 30. Собственно, я его использовала сегодня утром. Итак, начинаю тестировать данный крем. Вот я уже открыла упаковочку. Крем, вот он, сводч. Он такой вот светло-бежевый, очень приятная легкая консистенция. Сейчас я быстренько нанесу ее на лицо и, собственно, иду записывать видео. Я скажу честно, я сначала нанесла все равно свое базовое дневное увлажнение, только потом, через какое-то время, там, по прошествии получаса или часа, я нанесла данный крем на свое лицо. Он имеет очень-очень приятную текстуру, он очень приятно растушевывается. Вот, собственно, на данный момент на моем лице я его сегодня использовала как свою базовую, но это даже не тональная основа, это, наверное, все-таки ближе к BB или к CC крему. На данный момент на моей коже как таковых ярко выраженных высыпаний нету. У меня есть небольшие переходы тона и вот эти самые переходы тона данный крем замечательно скорректировал. Матового финиша он, конечно, не дает. Он действительно такой вот очень приятный Tinted Moisturizer, тонирующим таким увлажнением, который обладает также еще и отличной степенью SPF, SPF 30. И, опять же, видите, вот он на 83% состоит из натуральных ингредиентов, что тоже очень-очень замечательно. Итак, резюмируя все вышесказанное, могу со всей уверенностью и со всей ответственностью сказать, что марка Аперита мне очень-очень понравилась. Я с удовольствием продолжу свои знакомства с данной маркой и я как минимум остановлюсь на покупке вот этого вот полноразмерного средства. Это увлажняющая и регенерирующая сыворотка с гиалуроновой кислотой. И вот этого вот крема Age Defense Illuminating Cream из линейки Be Radiant, который я даже если в летний период он для меня покажется тяжеловат на зону лица, я его с удовольствием буду использовать на зону своей шеи и на зону декольте, потому что попробовав, протестировав его, я понимаю, что я в результате буду очень-очень уверена. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Если у вас возникают вопросы, оставляйте комментарии внизу. Если вам нравится видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не являетесь моим подписчиком. И да, конечно же, не забудьте поучаствовать в моем конкурсе, который продлится до конца мая. Приз все еще ждет своего обладателя. Всем удачи, пока-пока!